Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Как приготовить яблочный уксус? Хочется как-то необычно преподнести этот материал. И вот почему. Интернетные рецепты приготовления яблочного уксуса, как близнецы-братья. Это если говорить о технологии приготовления. И разнятся, если говорить о деталях. Но давайте начнем. У меня сохранилась тетрадь 1983 года. Вот такой еженедельник. Туда я заносила все интересные рецепты. Синенькие, лобио, лобио с мясом, синенькие с чесноком, летние голубцы и так далее. И есть три рецепта приготовления плодово-ягодных уксусов. Это уксус из крыжовника, ягодный уксус и яблочный уксус. Если не вдаваться в подробности, то рецепт яблочного уксуса 1983 года за 45 секунд. Яблоки измельчить. Залить горячей водой 65-70 градусов. Вода должна покрывать яблоки на 2-3 сантиметра. Добавить сахар 50-100 грамм на 1 килограмм массы. В зависимости от содержания сахара в плодах. Поставить в теплое место, но не на солнце. Каждый день перемешивать. Лучше сверху положить деревянный круг или гнет. И через 2 недели процедить и перелить для брожения в 3-х литровые банки. Не доливая до верха 7 сантиметров. Выдерживают еще 2 недели. Уксус готов. Его осторожно перелить, не перемешивая в бутылке и не доливая до верха 4 сантиметра. Бутылки плотно закрыть пробками. Хранить в темном месте при температуре от 4 до 20 градусов. Вот такой, на мой взгляд, немного упрощенный рецепт. Но эксперимента ради можно попробовать. А вот еще одна книга. 1993 год. Агропромиздат. Яблочный уксус по Джарвису. Я не поленилась, посмотрела. The Forest Jarvis. Доктор медицины Натуропат. Родился в 1881 году. Натуропатия это лечение природными средствами. Например, медом, уксусом, маслом и так далее. Вот его рецепт. Яблоки натереть на крупной терке, яблочную кашицу, положить в стеклянный сосуд и развести теплой кипяченой водой. Здесь отличается от предыдущего. Там температура воды 65-70, здесь теплая кипяченая вода. Воды взять 1 литр на 800 грамм кашицы. Добавить 100 грамм сахара или меда. В этом рецепте появляется мед. И для ускорения брожения 10 грамм дрожжей или 20 грамм ржаного сухого хлеба. Первые 10 дней сосуд с этой смесью хранить открытым при температуре 20-30 градусов. Перемешивая кашицу деревянной ложкой 2-3 раза в день. Затем массу переложить в марлевый мешок и отжать. Сок процедить еще раз через марлю и перелить в сосуд с широким горлом. При желании, обратите внимание, он пишет при желании, можно добавить 50-100 грамм меда или сахара. Банку закрыть марлей, завязать и поставить в теплое место, где брожение будет еще продолжаться 40-60 дней. 40-60 дней. В предыдущем рецепте 2 недели. Значительная разница. Затем уксус фильтровать, разлить по бутылкам и плотно закрыть их пробками. Хранить в холодильнике при температуре 6-8 градусов. И в том и в другом рецепте рекомендация хранить в холодильнике. Причем ни о какой уксусной матке ни слова. Но, возможно, это автор книги, не счет возможным написать об этом. Теперь, если у вас не осталось вопросов, то можно приступить к приготовлению яблочного уксуса. Или, если вопросы есть, то посмотреть фильм дальше. Постараюсь подробнее разобрать каждый шаг. Итак, шаг номер один. Яблоки для уксуса нужно подготовить, очистить и измельчить. Какие яблоки подойдут для яблочного уксуса? Да любые. Летние, осенние, зимние, падалицы. Лучше всего, конечно, взять яблоки сладкие. Чем слаще яблоки, тем скорее пройдет процесс брожения, и тем меньше сахара нужно будет добавлять в яблочный уксус. Нужно ли яблоки мыть? Не имеет значения. Если яблоки сорваны с дерева, то можно их не мыть. Если у вас падалица грязная, то можно просто протереть. Если у вас магазинные яблоки, то их нужно обязательно вымыть. Но магазинные яблоки для приготовления домашнего яблочного уксуса лучше не использовать, потому что они точно были обработаны химией. Ну и из немытых яблок уксус готовится быстрее. Как измельчать? Можно порезать дольками, можно порезать пластинками. Идеально очень мелко нарезать, но это если небольшой объем. Объясню почему. В дальнейшем яблоки нужно будет процедить. Яблоки порезанные процеживать проще, а пюре будет трудно процедить. Нужно ли очищать яблоки и удалять сердцевину? Не имеет значения. Если вы, например, готовите сок или варенье, то у вас остается кожица и сердцевины яблок. Это тоже можно использовать как сырье для приготовления уксуса. Я, например, намеренно использую сердцевину яблок, так как в семечках яблок содержится очень много полезных веществ. Вот вы, когда съедаете яблоко, то, как правило, огрызок выбрасываете. А нужно взять и тщательно разжевать семена и съесть их. Но эта рекомендация касается только своих яблок. И главное, чтобы не было гнилых яблок и червоточин. Итак, яблоки измельчили, подготовили. Измельченные яблоки залить водой и добавить сахар. Какую воду можно использовать? Идеально ключевую, но если нет такой, то кипяченую и охлажденную. Какую посуду можно использовать? Стеклянную, керамическую, глиняную. Желательно с широким горлом и дном. Чем больше поверхность, тем быстрее пойдет брожение. Хорошо для этой цели использовать эмалированную посуду с широким дном. Или трехлитровую банку. Сколько взять сахара? Если яблоки сладкие, то достаточно будет 50 грамм на килограмм массы. А если кислые, то 100 грамм. Если яблоки очень кислые и непригодны ни для каких других видов переработки, то в самом конце фильма будет рецепт приготовления уксуса из таких яблок. Это будет яблочный уксус по-чешски. Сахар можно растворить в небольшом количестве воды. И сахар, естественно, можно заменить на мед. Что еще важно? Если вы будете делать уксус в трехлитровой банке, то эта масса должна составлять не более 2 третьих объема. Вот я отметила здесь 2 литра. Масса при брожении может увеличиться в объеме и перетечь через край. И обязательно ли добавлять какой-нибудь ускоритель для брожения? Есть рекомендации добавлять дрожжи, ржаной хлеб, можно добавить горсть изюма или горсть ягод. На мой взгляд, ускорители для брожения добавлять не обязательно. Это всего лишь ускорит процесс брожения. Но и без них яблочная масса все равно забродит. Сегодня я буду готовить яблочный уксус из небольшого количества яблок, всего на 2-3 литровые банки. Потому что уже начала готовить яблочный уксус, используя яблочные отжимки, которые остались после приготовления сока. Банки обязательно нужно закрывать. Советую закрывать марлей, сложенной в несколько слоев. Я для этого использую капроновый носок. Очень удобно. Мушки через него не попадают внутри банки. И вот такая у меня деревянная ложка лопаты, которую я перемешиваю. Если вы используете кастрюлю с широким дном, то кастрюлю нужно закрыть крышкой и обязательно тканью. Иначе туда попадут мушки. В качестве гнета у меня просто тарелка. И вот такая вот каша. При какой температуре и где хранить емкости. Если вы обратили внимание, то в рецептах рекомендуют хранить в теплом месте, главное не на солнце. Так как солнечный свет препятствует процессу брожения. Если вы решите держать банку все-таки в темном месте, то она должна стоять удобно, чтобы вы могли каждый день подходить и перемешивать массу. Я для этого использую старую футболку. Температура желательно больше 20 градусов. Идеально ближе к 30. Чем выше температура, тем активнее идет процесс брожения. Нужно ли перемешивать? Обязательно 2-3 раза в день. И желательно деревянной ложкой. Хотя в некоторых рецептах интернета об этом ничего не сказано. Сколько дней идет брожение? Как правило 10-14 дней. Что дальше? А дальше нужно процедить. Желательно 2 раза. Полученный сок это еще не уксус. Снова перелить в банки. И снова активизировать процесс брожения. Добавив 50 или 100 грамм сахара или меда. Хотя в первом рецепте сахар для повторного брожения не добавляют. И в рецепте по Джарвису об этом говорится, что при желании можно добавлять. Но мне не хочется сейчас забегать вперед. Продолжение сниму через 2 недели. И рецепт яблочного уксуса по-чешски. Берут очень кислые яблоки, которые не пригодны ни для каких других целей. А также очистки и выжимки. Начало такое же, как и везде. Измельченные яблоки нужно положить в стеклянные банки. Залить кипяченой водой и растворить сахар. На 1 килограмм яблок, 1 литр воды и сахара. 150-200 грамм. Банки закрыть пробкой из ваты. А сверху марлей. И поставить в теплое место для ферментации. Через 1 неделю сок отжать и добавить в столовый уксус. 100 грамм на 1 килограмм яблок. И снова оставить для ферментации посуду. Снова закрыть марлей. В теплом месте этот процесс длится 1 месяц. А в холодном 3 месяца. Готовый уксус отфильтровать, разлить по бутылкам и укупорить. Хранить в прохладном месте. Часть яблок порежу мелко. Они сладкие, спелые. Режутся легко. На банке отметила объем в 2 литра. В этот объем умещается 1 килограмм нарезанных яблок. Я взяла 50 грамм сахара, потому что яблоки сладкие. И 1 литр воды. Маловато. Добавлю еще немного воды. Добавила 200 миллилитров. Этого теперь хватит. Яблоки зеленые и мелкие тру на терке. Сердцевину не выбрасываю, прокручу через мясорубку. В 2 литровый объем тертых яблок уместилось почти 1,5 килограмма. На 1,5 килограмма этих яблок взяла 100 грамм сахара. Из-за расчета 70 грамм на 1 килограмм яблок. И 1 литр воды. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...